В понедельник вечером Чувашию покинул автобус с нелегалами, который был задержан накануне возле деревни Харкасы Чебоксарского района. Напоминаем, инцидент произошел в ходе проведения проверки документов у водителя. Несколько пассажиров стали препятствовать этому, вели себя в отношении полицейских дерзко и агрессивно. На момент задержания в салоне находилось 98 человек. Нашу республику покинули не все. Шесть граждан Узбекистана были помещены в специальный приемник управления МВД России по городу Чебоксары. Подробнее в материале наших коллег из пресс-службы МВД. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего, пятеро активных зачинщиков инцидента были доставлены в отдел полиции по Чебоксарскому району, а остальные помещены в актовый зал столичного управления внутренних дел. В ходе проверки у половины задержанных оказались просроченными документы, разрешающие пребывание на территории России. 41 гражданин находились на территории Российской Федерации незаконно. В отношении них были составлены административные протоколы, которые были на следующий день рассмотрены Ленинским районным судом города Чебоксары и принято было решение о наложении административного штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением в форме самостоятельного и контролируемого перемещения через государственную границу Российской Федерации. Проблемы с документами были и у 24-летнего водителя автобуса. Он грубо нарушил правила перевозки людей. Количество пассажиров почти двое превышало число мест. Но, как выяснилось позже, молодой человек и вовсе не имел водительских прав. Вы в момент, когда вас остановили полицейские, вы были за рулем? Да. А как все происходило, можно сказать? Я не могу сказать. Я русский язык немного знаю. За нарушение режима пребывания на территории России пять человек были помещены спецприемник управления МВД России по городу Чебоксары. Кроме того, им предстоит заплатить штраф в размере 3000 рублей. Не смог уехать вместе со всеми и 26-летний гражданин Узбекистана, на момент задержания пребывавшись в состоянии наркотического опьянения. Он тоже арестован в административном порядке. За неповиновение полицейским двум молодым людям назначены штрафы по 500 рублей. Продолжение следует...